Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую в салоне по изучению Библии. Я думаю, что это самое важное, что можно и нужно сделать сейчас – это молитвенно изучать Божье Слово и смотреть, какие события уже нас окружают и в каких мы были, а куда мы еще направляемся. Но так как мы рассматриваем вместе с вами самую древнюю книгу Библии, то, казалось бы, а можно ли в ней найти что-то актуальное для нашего времени, для наших дней? На самом деле все книги Библии, они имеют в разный, может быть, элемент даты, когда были написаны, в каком месте, но авторство одно. А значит, Бог, который видит конец и сначала, то мы с вами можем обнаруживать очень важные ценности, очень важные характеристики как людей, атмосферы, так и отношения. Отношения к тому, что вокруг нас происходит. Дело в том, что мы с вами сейчас разбираем 16 главу книги Иова, где Иов пытается каким-то образом отвечать тем друзьям, которые обвиняли его в предыдущей главе. И вот сейчас 16 глава, когда он начинает с того, что говорит «жалкие утешители все вы», он реально понимает, что человек не может ему помочь. А давайте мы сейчас перенесемся на современность, когда ситуации одно за другой могут сменять настолько неприятные события и нагнетающие атмосферу для множества людей, которые не позволяют выйти на свободу. И люди в данном случае будут жалкими утешителями. Тут необходимо Божье вмешательство, необходимо иметь этот диалог с Богом. Но тот диалог, куда отправился Иов, на самом деле был не настолько правильным, если так можно сказать. Но с другой стороны, мы себя очень хорошо можем почувствовать в этой среде, когда люди утешить не могут, а к Богу, говоря, он не слышит ответа. И поэтому те фразы, которые он произносит в адрес Бога, это его мироощущение. Это не значит, что Бог так с ним поступает. Это он так себя чувствует. Поэтому мы с вами можем что-то переживать на этой земле в это время, в этом сезоне непонятное, неприятное, печальное, давящее. Но в то же время надо понимать, что Бог не ушел с трона. Он никуда не вышел или не уехал и не заснул. Он на троне, он контролирует ситуацию более четко, чем нам кажется. Более глобально, чем видит этот человек на любом уровне и власти, и место жительства. И поэтому, просматривая сегодня то, что говорит Иов, мы можем найти идентичность в собственном сердце в каких-то ситуациях жизни, какие уже прошли, либо какие еще у нас наступают. Итак, мы с вами читаем восьмой стих. «Ты покрыл меня морщинами во свидетельство против меня. Восстает на меня изможденность моя, в лицо укоряет меня». Вы наблюдали за своим лицом год от года и вряд ли вы замечали такие резкие перемены, если только какое-то заболевание. Вот тогда можно заметить резкие перемены в лице. А так мы можем только сравнить фотографии и видеть, насколько мы с вами изменились. Изменились по разным параметрам в лице, но морщины – это одна из составляющих, которая дает другой взгляд на человека по его возрасту. То есть это возрастная составляющая. А если это не возрастная, если это вдруг появились морщины в связи с чем? В связи с заболеванием, либо в связи с тем, что человек очень быстро похудел. Но опять же у этого есть причины. И в данном случае Иов стал замечать, что на его лице что-то резко изменилось. Но надо еще и понимать, что у него заболевание. Это связано с кожей. И поэтому все, что кожа принимает на себя, когда она высыхает, либо когда она покрывается чем-то, конечно, она грубая, конечно, она морщинистая и, конечно, изменяется вид лица. И потому он здесь сказал, ты покрыл меня морщинами, во свидетельство против меня. Видите, как чувствует себя Иов, что Бог работает против него. На самом деле, если мы говорим о современности, то у человека в Новом Завете после прихода Иисуса Христа есть власть над болезнью. И Иисус поделился этой властью с человеком и сказал, все даю вам власть наступать на змеев, скорпионов, на всякую силу вражью. И поэтому у нас есть право разговаривать со своим телом и говорить своему лицу в том числе, чтобы оно получало обновление в юности, покрывалось свежей кожей и так далее. То есть у нас есть власть в устах, которую мы можем применять. Если же мы ищем виноватого, и в данном случае Иов видит, что Бог виноват в его случае, в его ситуации, то он и обвиняет его, либо, по крайней мере, констатирует факт, обвиняя. «Восстает на меня изможденность моя, в лицо укоряет меня». То есть все изменения на лице – это как укор, как укор, что ты ничего не можешь с этим сделать. На самом деле, по-человечески именно так. Но по Божьему каналу и ресурсу, данному нам сегодня, мы имеем право и власть влиять через звуковые волны, через эмоциональные окраски, когда мы можем быть радостны, когда мы можем, действительно, уповая нам Бога, не останавливаться там, где мы находимся. И второй стих этой же части диалога. «Гнев его терзает и враждует против меня, скрижещет на меня зубами своими, неприятель мой, острит на меня глаза свои». Вот здесь он уже, в принципе, подходит к правильному источнику его проблем. «Неприятель острит глаза. Вот кто стоит за всем этим». И тогда, когда он понимает, что это Бог обрушил, на самом деле Бог позволил. И в данном случае Иов, он прав, что если бы не позволил Господь, этого бы не произошло. Но он позволил сатане коснуться всего, что у него, кроме его души, кроме его внутренней личности, которая драгоценна, которая принадлежит Богу по выбору Иова, и которая в глазах Божьих незыблема. Но если мы говорим больше о духе, душа – это то место, где как раз страху было дано право оставаться в жизни Иова. Ну, по крайней мере, Иов согласился с ним. В тех сферах, которые его жизнь как будто бы не контролировала. То есть он не знал, что происходит с детьми, когда они вдалеке от него. Он не знал, что происходит с его имуществом, когда оно вдалеке от него. Но Бог охранял, потому что это был человек благочестивый для него. Но тот страх, который он пропустил, это повод дьяволу начать вести диалог с Богом, чтобы востребовать свою долю. И поэтому сегодня мы видим в атмосфере этого мира, этого сезона, так много страха навязывается людям. Чтобы овладеть внутренним миром человека, а потом иметь претензию или представлять свое право перед Богом, что у меня есть право забрать свою часть. У меня есть право востребовать свою часть, либо реализовывать ее против человека. И поэтому у нас с вами, друзья, сегодня как никогда есть огромная необходимость наблюдать за всем тем, что происходит внутри нас. С каким чувством я просыпаюсь? С каким ложусь? Что происходит в моих мыслях, когда я живу или вижу, или слышу, или что-то чувствую по отношению услышанной информации? Вот тогда, когда подобного рода состояния мы с вами можем переживать, то анализ наших мыслей – это наше поле, где надо наводить порядок. Поле битвы, поле засевания, когда семена кладутся не Божьего происхождения, через панику, страх, через отверженность, через боль, через безысходность, через неуверенность и так далее. Посмотрите, как много вот этих синонимов, одинаковых по сути своей. Но то, что предлагает нам Господь – усиливать веру. А вера крепнет в разные периоды жизни, но, как правило, не тогда, когда все хорошо и комфортно, а тогда, когда какая-то трудность стала на пути, и надо ее решать. И поэтому веру надо активировать, веру надо начать питать, вере надо дать двигаться в нашей жизни, не логике, а вере на основании того, что делал Бог в жизни других людей. И даже то, что рассматриваем мы, мы понимаем, что что-то похожее могло или может происходить в судьбах людей, живущих уже в наше время. И поэтому, когда люди начинают ощущать какой-то непонятный каскад событий, то задать Богу вопрос – Господь, а что востребовал враг в моей судьбе, в моей жизни в данный момент? Где у него оказалось право на территории моей личности, чтобы как можно быстрее это право аннулировать? И в этом смысле мы тогда не ищем виноватых, а мы берем ответственность. Ответственность за то, где мы находимся и почему мы там оказались. Потому что обычно вопросы – почему, зачем – они относятся больше к ситуации, связанной с Богом, да? То есть мы Ему задаем эти вопросы. А лучше бы задать себе. Почему я оказался здесь? Господь, Ты для чего-то допустил это быть? Значит, я здесь оказался не просто так. Итак, друзья, есть у нас еще вариант смыслового перевода, на который мы тоже обращаем внимание и туда двигаемся для того, чтобы картина была более объемной, для того, чтобы мы увидели нюансы, которые не замечены в нашем привычном уже для нас синодальном переводе. Так вот, смысловой перевод с 8 стиха. «Плоть моя исчерпала себя полностью, и это очевидно даже во внешности моей. Силы и способности мои оставили меня, и это видно даже окружающим. Все, что я называл моим, восстало против меня, принося мне боль и страдания, и враг смотрит на меня с ожиданием пожрать меня». Посмотрите, в общем-то, тот же смысл, но суть такова, что есть ожидающие, когда ты сломаешься, есть ожидающие, когда ты перестанешь воевать. А на самом деле важно понять, что Господь дает проходить какие-то ситуации или позволяет им быть в нашей жизни, чтобы мы вышли оттуда сильнее, чем туда зашли. А значит, Он готов с нами пройти эту дорогу, Он готов нам протянуть руку, Он готов сказать «не бойся, я с тобою». И когда мы проходим через что-то непонятное для нас в доверии с Богом, и в том, что мы Ему передаем свое сердце, свои мысли, и подчиняем эти мысли послушания Христу, отказываемся от обвинения, потому что обвинитель обвиняет. Это его функция. Тот, который сам боится, он страх распространяет. Тот, который, чувствуя себя отверженным, он пытается других побудить также мыслить. Это что касается людей, но и тем более врага душ человеческих. Поэтому Он все делает для того, чтобы подобного рода мысли приходили в нашу жизнь. Но когда мы знаем, что наш любящий отец заботится о нас не меньше, чем мы, о своих детях, а больше, и причем гораздо больше, потому что его понимание шире, потому что его любовь больше, потому что его ресурсы неисчерпаемы, потому что он знает нас совершенно. И когда мы ложимся, и когда мы встаем, и когда мы ходим, и когда мы общаемся, когда мы остаемся наедине, он все знает и понимает, что нам будет во благо, а что может повредить. Поэтому, когда происходит что-то в наших судьбах, давайте будем, разговаривая с Богом, утверждать Его волю в нашей судьбе и Его безопасность на нас и в нас. И, невзирая на обстоятельства, утверждать то, что дал нам Отец, оно к нам точно придет. И уже сегодня, завтрашний день, встречать радостью, встречать упованием, встречать ожиданием, что Господь от нас не прячется, и что те изменения в нашем лице, в нашем теле, которые мы можем чувствовать с возрастом, утверждать очень важные слова, что тление, оно поглощается нетлением, и юность, она может обновиться, подобно орлу. И тогда, когда мы подобного рода вещи, благословляя своей душой Господа, душа, благослови Господа, и вся внутренность, мое святое имя Его, тот, который избавляет от могилы, тот, который дает нам проходить трудности с победой, тот, который обновляет в нас юность, обновляет крепость и силу. Это все есть у нашего Бога для нас. Это не значит, что мы, живя на земле, никогда не увидим, допустим, смерти. Или для кого-то это будет вопрос вознесения, и дай Бог, чтобы большее число живущих сегодня пришли к вознесению и прошли мимо смерти. Но в любом случае смерть – это то, что уже побеждено на Голгофе. И поэтому жить и бояться ее нет у нас никакой необходимости. А для этого, благодаря Богу за то, что мы живы, мы ходим сегодня по планете Земля, и мы можем к нему обращаться, что мы с вами и делаем. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что сегодняшний день – это еще один день календаря, это еще старт новых возможностей в новом году. Но я благодарю Тебя, что то, что Ты нам даешь, то, что Ты нам посылал в прошедшем году – это события, которые сделали нас сильнее, которые формировали в нас нечто большее, чем мы имели до сих пор. Поэтому за всякую трудность я хочу Тебя поблагодарить вместе с Божьим народом, вместе с людьми, которые сегодня на связи вместе с нами. Благодарить Тебя за то, что Ты хранитель, Ты оберегаешь и Ты переводишь от силы в силу. И там, где надо сказать болезни «стоп», то мы говорим. Там, где надо остановить всякую немощь, мы говорим. Поэтому во имя Иисуса Христа я благодарю Тебя, Дух Святой, за то, что Ты творишь все, что Ты хочешь и на небе, и на земле. Поэтому вручаю Тебе события и этого дня, и грядущих дней жизни. Поэтому прими нашу благодарность, что мы Твой народ, мы дети Твои, мы люди, взятые Тобой в удел. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok